Здравствуйте! В эфире программа «Спортивная среда» и начнем с, пожалуй, главной новости минувшей недели. Комплекс ГТО отметил пятилетний юбилей. За это время уже более 12 тысяч ивановцев получили заветный знак отличия. В 2014 году Владимир Путин подписал указ о физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне». На сегодняшний день в него входит больше десятка дисциплин, среди которых бег, подтягивание, плавание, пулевая стрельба и даже турпоход. Сдать нормы ГТО – отличный способ проверить свои силы и восстановить физическую форму. В минувшие выходные в Иванове прошел седьмой фестиваль спорта «Богатырь». Участники из Ивановской, Ярославской, Владимирской и других областей приехали, чтобы сразиться друг с другом и выяснить, кто сильнее. Специальный гость, спортсмен и известный блогер Виктор Блуд удивил гостей фирменным силовым шоу. За два фестивальных дня участники и гости могли попробовать себя сразу в нескольких дисциплинах. Гиревой спорт, классический жим лежа, армрестлинг, силовой экстрим, стритлифтинг. Гвоздь программы – выступление блогера и атлета Виктора Блуда. Вместе с шуйским спортсменом Игорем Савченко они устроили шоу. Силачи угнули железо и разрывали стальные цепи. Это будет шоу, оно будет такое, в большей степени, наверное, импровизированное, потому что изначально я просто хотел выступить здесь на соревнованиях, но подумал, что это будет несколько скучно, поэтому решили осуществить некоторые показательные выступления. Ломания гвоздей, подъемы тяжелых гирь, возможно, подъемы людей, но это зависит от контактности публики. Разрывы карт, разрывы цепей и всяческий всевозможный вандализм в благих целях. Организаторы фестиваля подчеркивают, что, несмотря на соревновательную составляющую, богатырь – это не соперничество, а единство, сила и духа. В субботу в областном центре прошел первый в Ивановской области открытый межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ОСЕ. В нем приняли участие более 200 бойцов со всей Центральной России. Выступать в дисциплине ОСЕ могут бойцы ММА, Конкратиона и других схожих видов единоборств. На данных соревнованиях ивановских спортсменов представлено в районе 70 человек, то есть плюс приехали наши друзья с области – Вичугай, Кинеш, Машуя. То есть поддержали нас на данном турнире. Приехали вообще на нашем турнире заявлено в районе 230 человек. Выступают возрастные группы от 8 до 17 лет. ОСЕ – спорт сравнительно новый не только для нашего региона, но и для всей России. Но у него уже масса последователей. Главным образом – молодые люди, которые мечтают в будущем посвятить себя военному делу. Этот вид спорта мне нравится, потому что в будущем есть большие перспективы. Допустим, в военное училище можно поступить, либо пойти дальше по спорту выступать. По итогам соревнований в командном зачете победила сборная Ивановской области, отстояв положение хозяев турнира. Реванш состоится через год. Соревнования в Иванове решено сделать традиционными. В Анапе на днях завершилось первенство России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Золото в категории до 80 килограммов взял ивановский спортсмен Никита Лебедев. В финальном бою молодой человек одолел боксера из Свердловской области. Никита занимается четвертый год. Говорит, что в бокс пришел довольно банально. Просто любил драться. Отец посоветовал направить энергию в спортивное русло и привел в зал. И вот результат. В последний раз представитель области становился победителем первенства России 18 лет назад. У нас нужно выиграть первенство города, первенство области, первенство своего округа, в котором находятся спортсмены. Либо там ведомство, это там «Динамо», «Локомотив» и отобраться на первенство России. То есть после этого тогда, когда спортсмен отобрался, он имеет право участвовать на первенство России. И пройдя вот эти жирновые отборы, то есть тоже достаточно сложно, потому что много спортсменов, которые принимают в них участие и хотят попасть на первенство России. Ивановец Никита Лебедев теперь в составе сборной России в мае. Он примет участие в первенстве Европы, которое состоится в Румынии. И это все, о чем мы успели рассказать на этот раз. Встретимся ровно через неделю.